привет друзья добро пожаловать на тест-драйв белых карандашей сегодня мы с вами разберем такую очень важную тему интересную и часто спрашивают правда ведь какой белый карандаш лучше всего чем они отличаются для чего их использовать и об этом мы как раз поговорим разберем довольно много разных карандашиков я расскажу вам о тех которыми пользуюсь я и даже о тех которыми не пользуюсь тоже расскажу будет сегодня очень интересно ну что поехали как мы будем сегодня строить нашу работу я подготовила вот такую вот выкраску здесь у меня есть мелочек первый вот этот розовый такой коралловый оттенок это мягкий мелок от сенелье и к нему в компанию я добавила для более плотного слоя вот такой вот мелочек от дели ровни синего оттенка то есть цвета выбрала специально чтобы на их фоне белый был лучше виден и немножечко отвлекаясь напишите как по-моему вот этот вот деревянный фон нравится либо лучше когда он фон моего стола в таких пятнышках мне просто интересно да вот что вы думаете как она лучше выглядит как снимать ну поехали бумажку у нас черная у нас вот такая вот склеечка сейчас ее покажу где она с вот этой стороны так нет сейчас с вот этой в ней мы с вами уже рисовали обычная склейка да то есть такая классическая бумага вот такая от джексонс мне нужен был черный цвет поэтому я взяла именно ее эту подготовку мы сделали да то есть в чем смысл этих выкрасок сейчас будет мы будем смотреть укрывистость карандаша насколько он перекрывает слои пастели здесь в начале да где синий слой меня довольно плотный и поэтому нам нужно будет посмотреть насколько карандаш перекрывает слои именно пастели на обычной бумаге нет смысла тестить это на абразивный потому что там любой карандаш практически белый будет работать хорошо четко или не будет заметно а также я буду рядом подписывать и будем делать небольшие белые выкраски смотреть на мягкость на растушевку конечно для наглядности до этого будет достаточно но в идеале когда посмотрите видео то лучше потестить свои карандашики вручную вот так вот сравнить потому что конечно пока не порисую что непонятно но так зато можно будет сделать вывод какие карандаши вам нужны какие нет так давайте начнем с первых карандашей я вот здесь буду подписывать белая ручка у меня что-то вообще не пишет я думала карандашом но будет четче линия да если ручкой поэтому будет золотая надеюсь это будет и красиво тоже так первую нас с вами будет derwent буду знаете как писать по ходу работы сначала будем его тестить а потом буду открывать вам новых участников мне кажется это должно быть интересно так первый карандаш у нас derwent у меня такой к сожалению огрызочек выглядит полноценный карандаш вот таким образом да если бы он был такой целый почему такой маленький остался у меня на самом деле не так часто я пользуюсь потому что ой как много этого derwent везде хочется просто новых каких-то пробовать поэтому используя и другие карандаши будем делать с вами выкраску смотрите какого плана я нажимаю сначала сильно на карандаш мы будем обращать внимание на то насколько сильно он крошится потом оттягиваем линию вот таким образом и смотрим на его на его тушевку то есть сколько он мело оставляет как тушуются и по параметрам его да то есть наш вот такой вот английский карандаш очень популярный первое это доступность где его можно найти насколько это просто сложно или нет он есть практически везде во всех магазинах художественных для хобби творчества и так далее очень распространенные наверное один из самых доступных пастельных карандашей он довольно мягкий то есть он а пока подождите доступность я сказала потом давайте по цене цена у него довольно адекватная да потому что он и распространен и наборы стоит не очень дорого и один карандашик тоже по нормальной цене я буду цену прикреплять вот здесь хорошо потом что важно его мягкость то есть он довольно мягенький он немножко такой вот сыпучий то есть прям как мелочек довольно много оставляет вот белых частичек растушевывается хорошо и сейчас пойдем с вами с ним дальше мы проведем с вами линию да например прямой сделаем и давайте волнистый нажим не сильный не слабый такой средний получается будет у нас вот такие волны что мы видим где идет довольно большой слой там карандаш не заметен он пропадает то есть он не перекрывает с большой слой мелко особенно особенно если мелочки у вас мягкие какая-то экстра софт пастель например да там те же шминки могут быть или сын илье и так далее да то есть он скорее всего не возьмет этот слой и не перекроет но для каких-то вот таких мягеньких вещей для смешивания он хорош надеяться что там 10 слоев он будет перекрывать нет он это не сделает то есть по укрывистости он такой средненький да но он мягкий да то есть он очень действительно мягкий карандаш и давайте будем еще говорить о заточке мне кажется это важно потому что это обязательная часть ритуала использование карандаша я имею ввиду его за . точится точится они хорошо даже здесь видите у меня у этого был ровный такой срез я пробовала в механической точилке его точить какое-то время нормально все это происходит но пастельный карандаш и плохо в ней точится мы об этом тоже говорили с вами так с помощью резака все проходит довольно хорошо такая пятерка у него по заточке потому что почему да вот кажется это неважным а это важно потому что некоторые точится плохо и вы тем самым можете потратить от трети до половины карандаша просто из-за того что он ломается либо плохо точится либо там такие моменты сопутствующие отлично сделали так следующий у нас будет карандаш кохинор вот то есть вот здесь будет тест для него это чешский карандашик у нас выглядят они вот таким образом у меня опять же он видите уже такой поживший я прикреплю фотографию нормального карандаша чтобы было полностью видно как их можно отличить у меня по моему были такие еще коричневые но сейчас не буду уже не буду копаться идет золотая лента да и идет вот это окончание довольно широкая и написано что вот он меловой карандашик вот такой вот угольный им давайте его потестим очень он мягкий очень очень мягкий один из самых мягких видите вообще черный да не перекрывает отпускаем мягко мягко он растушевывается то есть он такой сыпучий для каких-то перемешивания для осветлений четкую линию нет никогда он не сделает давайте проведем линии и поговорим уже по характеристикам прям я острой стороной все как все как положено сделаю и волну давайте волна розовая красивая получилось полностью он не перекрывает да то есть полностью не может он толстый слой перекрыть особенно вот здесь да где у меня такое довольно большое наслоение синего с розовым и на нем конечно он пачкается остаются все вот эти вот следы то есть все он забрал на себя так ну что по доступности очень доступна и цена очень приятная небольшая очень много можно где его найти его и его друзей различных коричневых черных они тоже очень хорошенькие как мы можем использовать вот такие мягкие карандашики для осветления чего-то для растушевки для смягчения это не значит что если он не твердый не кривистые да и не четкий то как бы он нам не нужен конечно нет мы используем каждый карандаш для своих целей поэтому собирайте разные карандаши и каждый пригодится для своего определенного момента так по мягкости мы сказали очень он мягкий по кривистости не укрывистый абсолютно хуже дать чуть-чуть чем дервент по заточки точится они хорошо все хорошая древесина мягенькие приятные за того что он такой миловой давайте чуть-чуть вам чтобы аккуратненько было сейчас покажу он просто супер супер мягко крошится очень легко то есть его точить приятно очень приятно рисовать им тоже но каких-то больших надежд не стоит на него возлагать и что еще хотела вам показать вот этот был у меня еще и можно как-то рисовать это тоже закончился у них идет грифель вот до золотой линии даже чуть чуть выше может заканчиваться то есть видите там пустота поэтому не думайте что он идет до конца вот и нет и поэтому цена и чуть-чуть дешевле закончится он быстрее в отличие от других карандашей которые идут прям до самого конца кто это такие мы с вами позже поговорим дальше у нас будет вот такой вот карандашик брюнзил сейчас мы его сюда поместим долго я учила как это правильно говорить вот так вот брюнзил это нас нидерланды белый карандаш это у меня карандашик из набора набор прекрасный красивый вот его часть сейчас покажу у меня в работе как раз рисуем сейчас очень очень хороший мне нравится наборчик не считая того что там нет приличных зеленых но это да ладно можно докупать отдельно так молодцы красивый дизайн тоже мне очень нравится сама древесина приятная все очень здорово делаем с вами выкраску он довольно яркий да тоже что хочется сказать он мягенький он тоже очень мягкий в принципе если сравнить с дервин там даже чуть-чуть будет даже пожестче это я просто отдать вот по ощущениям тактильном на бумаге сравниваю потому что я могу вот понять как они на бумаге себя ведут когда со стороны конечно чуть-чуть это сложнее поэтому постараюсь максимально понятно да это донести то есть пигмента много он мягкий он скорее ну как что-то между вот этими ребятами до дервин там и кохинором проведем линию но справляется получше да где-то перекрывается где-то его все равно видно но он конечно все равно такой не сильно укрывистый да по цене напишу сколько стоит если отдельно брать карандашики потому что у меня все-таки это был набор но я думаю прикупить еще отдельно вот бронзила мне интересно так по укрывистости он лучше чем все-таки будет кохинор конечно но это не пятерка да это может быть там 4 какая-то по мягкости да очень мягкий и да все равно это какие-то перемешивания объединение смягчения и так далее по заточке могу сказать что у меня он довольно плохо точился затачивается хорошо только вот специальным вот этим резаком который очень острый может быть у меня да дело вот в моем наборе потому что у кого-то я слышала что нормально затачивается мне не понравилось как точится эти карандаши резак должен быть вас очень 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 острым какой-то обычный так где у меня есть рядом нет самый обычный такой резак простой вот не берет берет только прям вот супер классный острый ну окей да это тоже можно нам иметь ввиду все его мы с вами откладываем идем дальше дальше у нас будут ставила но нет у меня сейчас под рукой белого будет светло-голубой я думаю мы с вами не против да все равно и потестить его нужно и есть что о них сказать вот здесь ставила мы подписываем ставила это у нас германия немецкие карандашики они мне очень нравятся по мягкости особенно светлые цвета такие они приятные такие нежные никогда там нет элементов знаете которые как рубинки царапают бумагу все такое прям нежненькое приятное а по его укрывистости тоже сейчас поговорим на кого он похож похож он наверное на кохинор но не такой сыпучий то есть нежный мягкий но не сыпучий цена у них вроде бы доступная такая нормальная поштучно я кстати не помню продается ли в россии продаются ли они поштучно как выглядит большой ой сейчас вам покажу вот вот так выглядит большой карандашик и кстати вот у меня еще рядом есть вот такой очень красивый цвет то есть возьмите все в шерсти все эти нежные нежные оттенки очень красивые мне нравятся вот эти прям такие хорошие светлые замечательные вот у них светлый хороший еще укрыта каурами тоже светлые прям очень нравится цвета красивые нежные и приятные ладно про него мы поговорили да то есть перекрытие какого-то супер четкого на много слоев его не будет то есть он способен просто смягчить все перемешать сгладить вот для сглаживания самое то добавление красивых оттенков и какие-то сглаживания так поговорили идем дальше дальше у нас будет крета color здесь будем крета color с вами тестить это у нас австрия а вот так он выглядит есть у меня слава богу новенький потому что в прошлые были только вот такой старый остаточек дизайн видите сменился одни сделали окончание светленькая немножко меньше а так все вот вот такой же он чуть-чуть поменялся дизайн кстати очень быстро пачкается очень маркой дровесина потому что ничем не покрыта и превращается вот в такой вот такой вот цвет но что поделать да они могли бы вот как бронзил чуть-чуть вот залачен покрыт они могли бы тоже так сделать но но не сделали карандаши мне нравятся да вот повторюсь у них все светлые очень приятный это белый угольный до карандаш тоже давайте его потестим он мягкий но он все равно будет более укрывистый сейчас посмотрим с вами так действительно много цвета много пигмента кривую я сделала линию но но ребят с равно он очень неплохо перекрывает он способен способен сделать все четкую линию может быть не полностью перекрыть но тем не менее поэтому особенно да если где-то наслаивать можно вывести очень сильный такой яркий белый цвет на кого он похож давайте подумаем но вот если бы был был более жесткий наверное более такой концентрированный дервинд может быть на него потому что ощущение приятное что пигмента действительно много он не просто какой-то мягенький угольный карандаш как кахинор а он дает четкий белый цвет действительно яркий в общем хорошо найти тоже достаточно их можно много где в разных местах укрывистость неплохая и мягкость есть в то же время по заточке по-моему они точились довольно довольно плохо это у меня еще острый резак затачивает древесина немножечко знаете она такая рыхлая хлипкая мягкая ну вот такие эпитеты то есть древесина не могу сказать что прям вот как по маслу точится но в принципе возможно ладно то не буду пока сильно здесь пачкать точить как то да вот так вот у нас с вами было все дальше мне хочется сказать про бренд карандаш швейцарский я его пишу неправильно здесь где-то вот это да должна быть запятая наверху забыла как она называется у меня они это беленький был был видите он такой потрепан у него отваливался грифель я его скотчем заматывала для примера покажу вам как выглядит какой-то приличный карандаш бренда карандаш так сейчас какой-нибудь да вот такой вот тоже светлый например и хочу чтобы текст у нас был виден ну вот вот такого плана то есть вот написано карандаш то есть не просто карандаш вот с вот этой запятой и вот так выглядит беленький он кажется такой вот чуть-чуть молочный но так он белый чуть-чуть в теплинку белый есть у меня и другие светлые что хочется про него сказать ох какой он пигментированный и яркий очень очень да очень пигментированный жирненький мягенький укрывистый смотрите сейчас так острой стороной еще сделаю у меня просто видите он оттуда выпадает то есть он способен вот это все перекрыть и делать наслаивание то есть если вы добавляете вот так вот еще слой он может перекрыть несколько слоев из всех предыдущих он самый по укрывистости будет сильный по доступности да не очень доступный отдельно можно я видела покупать я брала на джексон все да они тогда стоили меньше чем сейчас сейчас в розницу в россии я видела по 350 рублей вот такое да то есть такая приличная цена они очень легко затачиваются и идут практически до самого конца покажу вам на примере у меня вот такой светло-желтый есть то есть видите от карандаша ничего не осталось вот еще идет грифель то есть они не экономят сравним с кохинором да то есть уже вот сколько еще могло бы быть грифеля никакого грифеля там нету так да то есть действительно яркие четкие мягкие пигментированные очень приятные прям можно петь оду этим карандашиком замечательные все цвета насыщенные мягкие ну действительно они какие-то уникальные то есть состав сильно отличается от других держит остроту вы можете его не затачивать очень четко все равно линия у вас будет получаться тоненькая то есть грифель одновременно и мягкий и в то же время концентрированный и острый дерево приятное приятное держу такой огрызок да и говорю как все это приятно вот сам карандаш тоже в руке очень удобен вот этот срез его шестиугольный шестиугольный в общем все замечательно ну вот и все минус что нужно заказывать нам из-за границы и дорого конечно можно взять наборчик со скидкой либо взять несколько самых необходимых все этот пускай сюда тоже попадает что у нас должно быть дальше дальше кстати где где он я же его точила и он куда-то пропал так а вот она шла все испугалась дальше мы с вами поговорим про фаберы да фабер кастел карандашики это у нас тоже немецкие карандашики вот такие давайте попробуем его что хочется сразу сказать они жесткие они твердые они хорошо держат свою острую форму то есть они намного тверже чем все остальные линия правда такая четкая она не будет такая яркая концентрированная как у карандаш но все равно тоненькие линии пусть даже не супер яркие но очень тонкие все это будет получаться видите растушевывается насколько хуже сравните с мягкостью вот это кстати тоже хуже растушевывается карандаш он знаете как как будто чуть-чуть прорезиненный что ли вот так можно описать здесь же просто из-за того что он более твердо растушевывается хуже большая разница с брюнзилом с кохинором с дервентом со стабилом тоже он более прям твердо острый проведем давайте линии через пастель линия тонкая линия четкая опять же да он может быть заточен не на 100% острый все равно он ведет себя очень неплохо мне нравится мне нравится для такой четкости для не финишных может быть штрихов то есть это могут быть не усы конечно какие-то но все равно линия приятная четкая точится очень хорошо доступность у них тоже высокая найти фаборы можно ну практически везде то есть у нас рынок ими заполнен все-таки так про это мы сказали про это сказали цена тоже у них нормально приятные классические карандаши они очень-очень давно некоторые у меня они одни из самых первых может быть карандашей которые вот у меня пастельные появились некоторые я покупала они живут до сих пор там 10-15 лет и прочее вот сейчас вам покажу какие-то вот вот такого плана то есть вот этому карандашу ну где-то 10 лет точно вот серьезно все с ним в порядке хорошо рисует, хорошо затачивается они не такие марки как те же скажем кто у нас был кретоколор потому что они покрыты слоем все-таки лака фиксирующим в общем такая хорошая классика приятная и дальше дальше герой нашего всего просто видео это будет у нас дженералс угольный белый карандаш классный популярный самый белый самый яркий и давайте будем сейчас Ода ему петь есть у меня он это новенький на замену да карандашик у нас американский цена у него на самом деле не такая большая но учитывая то что его не найдешь у нас в магазинах то все равно вы заказываете откуда-то с сайта и там получается все равно вам нужно либо что-то еще взять либо платить доставку цена у него нормальная но нет его на нашем рынке я буду рисовать уже вот таким вот который заточен если вы не против самый белый самый яркий самый укрывистый перекрывает любое количество слоев это будет очень важно если вы рисуете на бумаге вот такого плана да не абразивной бумага которая и так выдерживает да там слое 3 может быть и потом ее ничем не перекрыть вы берете вот такой карандашик дженералс либо вот такой карандашик карандаш и перекрываете так давайте вот так проводим линию ничего не мешает ни одной помехе на его пути смотрите что вот так вот вот так работает он минусы загрязняется видите как ничем не покрыт такой спартанский дизайн у него пачкается изначально чистенький потом становится грязненький это их объединяет с крета color так ну вот недоступно да по доступности сложно по цене то в принципе он не очень дорогой хотя сейчас подорожал все таки цены поднялись на том же джексонсе цены стали повыше про вот карандаш я вообще не говорю он довольно дорогой сейчас давайте пару слов я еще скажу о карандашах которые я знаю но которыми не пользуюсь это тоже будет полезно хочется сказать про карандаши конта я их белый не пробовала да только другие светлые оттеночки они мягкие я предполагаю что это будет что-то вот а-ля брензил либо стабила какие-то такие вещи то есть он мягкий сыпучий толстенький в разрезе смотрите какой толстячок по сравнению с другими даже не с самыми худенькими вот такими карандаш приятный приятный карандашик он конечно хочу попробовать белый но конечно он не будет укрывистый яркий как вот эти ребята да думаю что это вот вроде вроде бронзила может быть будет так конта да у нас французский карандашик понятно потом лира немецкий карандаш у меня были такие карандаши они по-моему в студии нет у меня сейчас их дома они твердые довольно приятные похожи чем-то вот где-то рядом с фаборами такие прям тверденькие тверденькие ну хорошие карандаши в чем преимущество да вот то что твердые заточки хватает на более долгий срок и карандаши к примеру как фабор они будут у вас дольше существовать вообще да то есть что-то вроде стабила стачивать и дервин тоже стачиваются быстро а фаборы остаются из-за того что твердые но опять же у них разные цели могут быть что еще хочется сказать буду прикреплять здесь картинку карандаши таланс ван гог это голландские карандашики хорошие профессиональные карандаши на что они похожи да я вам не могу сказать прям конкретно потому что не пользовалась белыми карандашами но да по слухам и что говорят что они тоже довольно мягкие не царапают качество у них приятное и они такие довольно бархатные я пока могу только предположить что это вот где-то рядом с брюнзилом будет кто знает кто ван гогом пользовался напишите мне будет интересно что еще хотелось бы попробовать да что о чем я только слышала это карандаши дели ровни это британские карандашики вы знаете что у меня дели ровни есть пока что кроме склеечки бумаги вот такая пастель очень похожая на рембрандт на самом деле ну не суть не о ней сейчас разговор пишут что также высококачественный пигмент хороший мел что глубокие яркие оттенки красивый штрих и мягкость но остальное ничего сказать не могу опять же какие бы они не были классные сомневаюсь что кривистость будет близка к дженералс или к карандаш что еще да про русские карандаши тот же сонет да что можно сказать они могут быть хорошие могут быть что самое частое самый частый минус карандаши они ломаются постоянно я меня их нет но в других студиях я рисовала сонетом и они довольно плохо точатся часто ломаются и там бывают какие-то нехорошие такие вкрапления разные вкрапления пигменты как бы не размешиваемого да они могут быть где угодно даже в карандаш тоже такое бывает да то есть такие грешки водятся со всеми но есть шанс что вы точите сонет и выстачиваете половину карандаша и ничего не остается то есть это экономия я имею ввиду что сонет стоит дешевле ни к чему не приводит видео у нас получилось с вами довольно объемно я надеюсь что было интересно и что мы разобрали эту тему такую важную любопытную и действительно очень всем полезную потому что нам всем нужны белые карандаши которые будут служить нашим определенным целям ну что давайте завершать видео спасибо друзья что посмотрели если вам было полезно если вам понравилось это видео пожалуйста поставьте лайк напишите комментарии расскажите о карандашах которыми пользуетесь вы что вы вообще думаете по этому поводу и увидимся в следующем видео пока пока